Искусственный интеллект – главный тренд в технологиях уходящего года. Эксперты составили рейтинг, компьютерный разум в нем оказался на первом месте. Например, машину уже научились ставить точные медицинские диагнозы, а картина, созданная при помощи алгоритмов, была продана почти за полмиллиона долларов. На втором месте признание проблемы смартфонозависимости. Производители прислушались к психологам и показывают, сколько времени мы смотрим в экран телефона. Ну и, конечно, обвал биткоина. С 20 тысяч долларов в конце 2017-го он упал ниже 4 тысяч. Вот и верь после этого в виртуальные валюты. Ну а еще автомобили-беспилотники на улице вывели, но, наверное, это уже главная технология года будущего. А вот какие еще появятся новинки, что самое ожидаемое Иван Зинкевич расскажет? В самом конце этого года расскажем об автомобильных новинках, которые появятся у нас в следующем году. Их довольно много, но мы остановимся на самых ожидаемых. Рассмотрим 4 таких модели разных классов, которых у дилеров еще нет. Начнем с француза. Рено Аркана. Его премьера состоялась в августе на московском международном автосалоне. Аркана – это кроссовер самого популярного C-сегмента, выполненный в интересном купе-образном дизайне. Собираться он будет на московском заводе Рено. В моторной линейке несколько двигателей, один из которых совершенно новый. Привод будет доступен как передний, так и полный. Первые машины сойдут с конвейера летом. Баварские автомобили всегда заслуженно пользовались популярностью в нашей стране. Немцы давно обещали представить нового флагмана своей внедорожной линейки BMW X7. Премьера несколько раз откладывалась, но вот, наконец, лед тронулся. Это самый большой кроссовер бренда. На выбор предлагается два типа двигателей – бензин и дизель, мощностью от 249 до 400 лошадиных сил. Не исключены также гибридные и электрические варианты. Коробка передач – девятиступенчатый автомат. В базе будет новая для бренда пневмоподвеска, что добавит и внедорожных возможностей комфорта. Обещают, что первые машины станут доступны в середине года. Не оставили нас без новинок и британцы из Land Rover. В 2019 году мы увидим новый кроссовер Evoque второго поколения. Автомобиль сменил платформу. Вместе с ней появилась модернизированная подвеска, новые электронные системы и двигатели. Изменится интерьер. На панели минимум кнопок и два сенсорных экрана. В моторной гамме российских версий заявлены два дизеля – 150 и 180 лошадиных сил, бензиновые агрегаты – 200 и 249 лошадиных сил, а также так называемый умеренный гибрид мощностью 300 лошадей. Все модификации будут оснащаться девятиступенчатым автоматом и полным приводом. В списке инновационных систем – функция обзора местности под передней осью, так называемый прозрачный капот. Ожидается, что новые Evoque появятся в России весной наступающего года. И, наконец, еще один известный у нас кроссовер – Toyota RAV4. Модель пятого поколения скоро встанет на конвейер в Санкт-Петербурге. Внешность будет более брутальной, а салон изменится практически до неузнаваемости. Моторную линейку в России, скорее всего, составят бензиновые двигатели объемом 2 и 2,5 литра. Трансмиссии целых три. Традиционная механика, вариатор и новый восьмидиапазонный автомат. Кроме того, автомобиль получит усовершенствованную систему полного привода, что повысит его возможности на бездорожье. Конечно, это не все новинки будут и другие. Новые модели становятся совершеннее, безопаснее, экологичнее, а некоторые при этом даже мощнее. Но главное все-таки, чтобы цена нас потом не расстроила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова